Гамарджоба, друзья! Доброе утро! Анар, ты заговорила по-грузински? Хо, Азамат! Это значит да! Так я готовлю встретить нашего гостя, которого, между прочим, называют самым романтичным грузином. Его имя мы узнаем чуть позже. Друзья, с вами Азамат Ашимов, Анар Рзаева. Мы начинаем программу «Кайрлы Тан». В ближайшие полчаса нестареющий пигмалион в рубрике «Сокровища искусств». Музыкальный вечер памяти кубазистки Жанар Ермагамбетовой. Кино выходного дня на телеканале БЛМ Жаня Мадениет. Дайджест зарубежных новостей, а также еще много интересного. Начнем с небольшого экскурса в прошлое. 19 июня 2010 года в Астане прошла торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву. Напомним, что в январе того же года был объявлен конкурс на лучшую эскиз идею памятника. Победителем стал скульптор из Алматы Булат Дожжанов. По его словам, он постарался представить Абая в своей творческой интерпретации задумчивым и размышляющим. Результат творения радует взор жителей и гостей Астаны на площади у здания Акимата. Азамат, после моей недавней поездки в Грузию я пришла к выводу, что казахская и грузинская культуры во многом похожи. Но, думаю, это в первую очередь касается гостеприимства. Действительно. Грузины, как и мы, очень чтут и уважают гостей, накрывают щедрый стол, одаривают подарками, не скупятся на тосты и комплименты. Но еще одна общая черта у нас и у горцев – это отношение к семье. Я знаю, что в Грузии семейные узы также важны и крепкие, как в Казахстане. Здесь уважают мнения старших, балуют младших и толерантно относятся друг к другу. А как красива грузинская свадьба! Она всегда сопровождается песнями, танцами, да так, что ни один гость не усидит на месте. Из всего этого можно сделать вывод, что и в Казахстане, и в Грузии трепетно относятся к культурным традициям и обычаям, бережно пронося их сквозь годы словно сокровища. И раз ты заговорил о сокровищах, предлагаю передать слово Галиенну Рахуновой. Сегодня она ждет знакомства с интересными фактами создания пьесы «Пигмалион». Она была написана еще в 1912 году, но по сей день не теряет своей актуальности, благодаря оригинальному и остроумному сценарию, выдающегося драматурга Джорджа Бернарда Шоу. Галия, доброе утро! Доброе утро! Сегодня в рубрике «Сокровища искусств» одна из самых известных пьес в мире – «Пигмалион» – знаменитого английского писателя и драматурга Бернарда Шоу. И ее постановка в Драматическом театре имени Лермонтова. Купите цветочки! Купите цветочки! Купите цветочки! В основе сюжета пьесы – «Пари», который заключает знаменитый лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс со своим приятелем-полковником Пикерингом. По условиям Пари Хиггинс должен за шесть месяцев обучить цветочницу Элизу Дулиттл произношению принятому в высшем обществе и на светском приеме суметь представить ее как герцогиню. Прошло 90 лет, а сюжет не устарел. Потому что это вечная тема. Вечная тема любви, вечная тема человеческих взаимоотношений, вечная тема людей, ну так сказать, разных уровней интеллекта и богатства. Галатея профессора Хиггинса – уличная торговка цветами Элизу Дулитту, говорящая на вульгарном уличном английском, так называемом «кокни». Научившись правильно говорить, девушка из простонародья превратилась в аристократку. То есть все вот эти тонкости диалогические, прописанные в пьесе, ну выписаны потрясающе. Мне вообще очень сложно как зрителю, как читателю угодить с пьесы. Я считаю, хороших пьес вообще мало. Но тут это такой вот божий подарок иметь у себя в актерской копилочке роль мирового репертуара Элизу Дулиттл. И получается, что можно изменить не только язык человека, но и его характер. Вот что главное в этой пьесе, я считаю. И вот люди, которые приходят в зал, смотрят эту пьесу, и я думаю, что некоторым из них как бы западает в голову, что помните, есть расхожая фраза «я такой, какой есть, я не могу меняться, я буду таким навсегда». Он видит, что можно изменить во всяком случае, что, в принципе, мне кажется, и преследовал в свое время Бернард Шоу. Женщина, которая издает подобные звуки, не имеет права существовать вообще. Помните, что вы человек, наделенный разумом и божественным даром членораздельной речи, что ваш родной язык – это язык Библии, Шекспира и Милтона, а вы тут сидите и каркаете, словно обозленная ворона. К концу пьесы Элиза решительно преображается. Хиггинс обучает ее произношению. У Пикеринга, безупречного джентльмена, она заимствует светские манеры. Неожиданно для Хиггинса она приобретает чувство собственного достоинства. Роль эта стала излюбленной женской ролью в театре и прославила многих актрис. Писала в своем творении Бернард Шоу. Пьеса «Пикмалион» по-прежнему не теряет своей актуальности, хотя со времен шоу наша жизнь необратимо изменилась. Бернард Шоу, социалист по своим убеждениям, искренне верил в то, что стремится к совершенству и достичь его может каждый, независимо от того, где он родился – в хижине или во дворце. С вами была рубрика «Сокровища искусств». Хорошего дня! Азамат посмотрела сюжет и вспомнила фразу главного героя, профессора Хиггинса. А что такое жизнь, как не цепь вдохновенных безрассудств? Никогда не упуская случая, он представляется не каждый день. Ты ведешь к тому, что стоит ценить и беречь каждый момент в жизни? Именно так. Спасибо, Галия, за удивительную подачу. Невозможно было оторваться от экрана. Друзья, мы продолжаем программу. Думаю, уже можно раскрыть тайну. Скоро к нам с Анар присоединится известный певец Соса Павляшвили. Не пропустите эту встречу. Анар, мы заговорили о схожести казахской и грузинской культур. А как думаешь, относится ли это к музыке? Ты знаешь, тут сложно сказать, потому что, на мой взгляд, например, песни у нас разные. Если казахские народные песни исполняются в основном акинами и жирал в одиночку, то грузинское песнопение чаще всего многоголосное. Так что тут есть свои нюансы. Хорошо. А что насчет музыкальных инструментов? Вот здесь схожесть есть. Достаточно известен грузинский музыкальный инструмент пандури. Он трехструнный, наподобие лютни. Да я догадаюсь. Это звуки, схожи с нашей домброй? Да, действительно, так и есть. И причем как домбра была обязательным атрибутом в любой юрте, так и пандури распространен во всех уголках Грузии. Ну, представляю, это удивительное звучание. Все-таки инструмент в руках знающего музыканта способен передать всю гамму чувств и эмоций. Не могу с тобой не согласиться, Азамат. Музыкальная тема продолжит наш следующий сюжет. Виртуозная кобызистка, профессионал высокого класса, молодая и талантливая. Все эти слова звучали на вечере памяти, посвященного концертмейстеру Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазе Жанар Ермагомбетовой. 20 лет из прожитых ею неполных сорока были отданы любимому искусству – игре на кобызе. В коллектив она пришла еще студенткой консерватории. Спустя некоторое время Корифея, заметив талант молодого музыканта, сразу же предложили ей стать концертмейстером оркестра. Жанар Ермагомбетова – великий оркестрант, прямо я скажу. Она над собой всегда работала и всегда над своей группой, группой Кобзов. И она всегда, ну, главное, работала она над звуком. А для музыканта что важнее? Прежде всего звук. В году у нас 100 концертов, и она всегда на этих концертах солировала. Это мало того, она всегда как бы помогала и дирижерам, и своим коллегам. Жанар была музыкантом высокого класса. Ей от рождения были даны необыкновенные музыкальные способности. Жанар Ермагомбетова родилась в городе Атрау. Там получила первое музыкальное образование, окончив музыкальную школу имени Койшибаева. Ермагомбетов Жанар с малых лет она увлекался музыкой. Она учился в узкой школе имени Ломоносова, поселке Балыши, Атрауской области. Ну, мы даже не думали, она-то нам, не говоря нам, даже родителям, она со школы пошла в музыкальную школу. Сама написала на имя директора заявление и поступила в музыкальную школу имени Койшибаева. После окончания 9 класса поступила в Атрауский полледж, в музыкальный полледж. И окончила тоже классный диплом. Потом она поступила в консерваторию. В консерваторию молодая студентка попала в класс профессора Мируэрд Кобековны Каленбаевой. Жанар сразу же привлекла внимание педагогов особыми музыкальными способностями. И, наверное, поэтому закончила консерваторию экстерном многотранше своих сверстников. Я должна сказать, что это была замечательная исполнительница, которая постоянно работала над собой, которая постоянно работала над новой программой. Она очень любила свою профессию, любила свой инструмент, очень много на нем занималась, добилась больших успехов. Жанар Ермагомбетова успела воспитать и своих учеников, преподавая в музыкальной школе для одаренных детей имени Ахмета Жубанова. На вечере в ее честь вместе с оркестром Курмангазы на сцене выступали и начинающие музыканты, где одной из учениц Жанар был передан Кобес, который принадлежал наставнице. Анна, я считаю, что нельзя не упомянуть о еще одной схожести казахстанцев и грузин – это красноречий. Я с тобой согласна, потому что самый долгий тост, свидетелем которого я стала на свадьбе у своих друзей, длился 30 минут. Но надо отметить тот факт, что Аксакал, которому дали слово, очень красиво говорил о нашей истории, о традициях, об уважительном отношении к браку и семье. В грузинской культуре тост – это маленькая молитва о главном жизни, здравии ближних, о матерях, о дружбе и толерантности. В момент его произнесения можно сказать человеку то, что не успеваешь в суетливые будни. И оказывается, есть некоторая система произнесения тостов. К примеру, краткая речь содержит в среднем не более 80 слов, в то время как длинный тост похож на притчу. А рецепт удачного тоста – это искренность. На этой позитивной ноте мы переходим к дайджесту зарубежных новостей. В британском графстве Кент прошли необычные соревнования – костюмированные метания кремовых пирогов. 17 команд из разных концов Великобритании и одна из Японии состязались в меткости. По условиям соревнований соперники располагались на расстоянии трех метров друг от друга. Перед началом все участники демонстрировали оптимистичный настрой на победу. Нас трое и пирог вместе с нами. Мы победим. У нас военная униформа, у нас есть тактика, а если все это не поможет, то мы просто всех закидаем пирогами. Мы приехали из Японии только чтобы выиграть, и мы победим. Однако после того, как судьи разрешили приступить к соревнованию, оказалось, что прицельное метание вкусного десерта – не такое уж и легкое занятие. Нужно под шквалом летающих тарелок с пирогами не только умудриться попасть в соперника, но и устоять на ногах. Жюри засчитывало точные попадания только в тело, руки и голову. В итоге победу одержали гости из Японии. Столь необычные соревнования по метанию выпечки проводятся в Англии регулярно с 1967 года. В Нью-Йоркском радио-сити-мьюзик-холле в 69-й раз вручили театрального «Оскара» премию «Тони». На красной дорожке блистал весь цвет Бродвея и мировых сцен. В числе гостей – одна из самых влиятельных персон в мире моды, главный редактор американского «Воук» Анна Винтур. Если дамы были исключительно элегантны, большинство в вечерних платьях в пол, то ведущий церемонии актер и режиссер Алан Каминг слегка шокировал публику, явившись на торжество в пиджаке с легкомысленным принтом и в шортах. Главная звезда этого вечера – британская актриса Хелен Миррен. Она впервые в жизни получила статуэтку Тони как лучшая актриса за роль королевы Елизаветы II в спектакле «Аудиенция», поставленном на сцене Королевского национального театра в Лондоне. Просто потрясающе, что в Америке эту постановку зрители так хорошо приняли. Вы невероятно открыты миру, щедры, и вам неведомы предрассудки. Лучшим бродвейским мюзиклом был признан феминистический спектакль «Забавный дом». Актер Алекс Шар получил приз за главную мужскую роль в постановке «Загадочное ночное убийство собаки», которая была признана лучшим спектаклем этого года. «Мне невероятно повезло», — заявил Шарп после вручения премии. Получить такую роль, будучи молодым актером, — это большая редкость. Это как исполнить короля Лира, только в молодости. Сюжет популярной пьесы повествует о мальчике, страдающем синдромом Аспергера. Премию Тони вручают более чем в 20 номинациях за достижения в театральном искусстве. Доброе утро, друзья! С вами Азамат Ашимов и Анар Рзаева. У нас в гостях известный певец Соса Павляшвили. Соса, доброе утро! Доброе утро всем, кто на нас смотрит, кто нас слушает. Кому нравится творчество Соса Павляшвили, 100 лет жизни. Кому не нравится, 200 лет жизни. Но пусть утро будет доброе, чтобы вечером не хотелось бы спать. Пусть так пройдет хорошо день. Соса, у вас сейчас новая концертная программа «Небо на ладони». Расскажите, пожалуйста, с кем вы работали над ее созданием? Я работал в первую очередь с Соса Павляшвили. Есть такой молодой исполнитель, композитор, аранжировщик и так далее. Я работал с потрясающими, имел честь работать, и имею честь до сих пор работать с потрясающими поэтами. Это и Константин Губин, с которым мы написали, по-моему, три или четыре альбома. Это покойный Михаил Танич, это Илья Резник, Каренко Валерьян, Георгий Карапетян. Очень много-много потрясающих, просто потрясающих, талантливых людей, которым я аплодирую. Факт, да, который мы узнали, это то, что любовь к музыке проявилась у вас с детства. Сражение с живоцелью. А вот фактически в шесть лет вы уже освоили игру на скрипке. Почему именно этот музыкальный инструмент абсолютно непростой? Есть такое слово «судьба». Я в это верю. И так сложилось, что скрипка должна была быть тем инструментом, который должна была меня расти и воспитывать в музыкальном плане. И моя мама мудрейшая женщина, дай бог им обеим долгих лет жизни, моим родителям, она почувствовала это. И вот именно скрипка стала тем камертоном для меня, который меня с ума сводила. Я помню, в 10 лет выступил первый раз с большим симфоническим оркестром. Я был такой маленький, большие черные глаза были, и маленькая скрипка. Играл концерт «Вивальди». И я помню, когда оркестр заиграл сзади, у всех было такое ощущение, что я еще три жизни еще с оркестром играл. Вот настолько мне это было абсолютно никакого страха, никакого комплекса. Десятилетний ребят, я вышел и сыграл так, что у меня слезы пошли. После того, как я поступил в Великой консерваторию, по классу скрипки, потом нас забрали в армию. До сих пор помню, капитан Бесецкий был такой человек. Есть, я надеюсь, до 100 лет ему жизни. Вот я меня, он принял в доме офицеров из Гаубахты, кстати, меня выявили. И говорит, мы узнали, что ты студент консерватория. Я там что-то сыграл. Я сам не знал, что я, оказывается, умею петь. Велись, все поют. Вы же были в Грузии, там все поют просто. Пропитаны, как вот в Казахстане, пропитаны люди музыкой. Да, вот так же и твелись Грузии. И они сразу мне дали пост министра культуры той части. Министра культуры. Да, и все, и создали там группу, создали духовые оркесты, создали. Ну, очень много, я как раз окунулся в этом. И, кстати, мне там Бог дал музыку, мелодию. Я помню, это была зима, ночью я сидел за фортепиано, был пустой зал спортивный, и огромная была луна, огромный лес, это снег. И ко мне пришла мелодия, он дал мне, который потом привел. И, кстати, я не записывал мелодию, просто вот в себе я пронес столько лет. Потом эта мелодия в 89-м году превратилась в песню, которую выиграла в 89-м году конкурс Юрмали, гран-при. Интересно, да. Да, вот. Потом Леван Голесиан, услышав эту мелодию, уже в Тбилиси после армии, он сказал, что ты не против, если эта песня будет гимном. Я сказал, конечно же, да. Гимном? Гимном, вот гимном просто. Конечно же, я за, и давай, и я... И она стала неофициальным гимном грузы. Саша, вы талантливый аранжировщик, вы талантливый композитор. Скажите, пожалуйста, в каких условиях вы обычно работаете, в какое время суток? Разное, абсолютно. Как вот нахлынет на тебя, и вот. Вот, допустим, мне песня «Небо на ладони», которая поет во все караоке. И разного возраста, национальности, вероисповедания. Это мне очень приятно. Вот мы отдыхали в Австрии, и мы на канатной дороге зимой поднимались наверх. Моя семья все катаются на лыжах, я единственное, не катаюсь, я оставался с маленькой Лизой. Тогда она еще маленькая была. И вот в этом вагончике ко мне пришла эта музыка. Потом мы приехали в Москву, я дал эту песню, эту мелодию Константину Губину, Косте, и он сделал вот этот текст. Допустим, есть у меня песня «Помолимся за родителей». Я перед сном, первый раз в жизни обошел вечером три храма. Обычно я с утра, днем три храма обошел везде, за здравие, за упокой везде. В шестом часу меня ударило по голове. Я просыпаюсь, и у меня в голове вот это еще полусонном состоянии, помолимся за родителей. Вот это вот такое состояние. Я тихо встал, как разведчик, подошел к роялю, чтобы не разбудить девчонок. И у меня диктофон лежал на рояле, на всякий случай. И слава Богу, я нажал на диктофон, тихо нашептал, и потом пришел к Ире, и говорю, пойдем, послушай, говорю, разбудил, и она пришла, и там даже записано, что я играю, пою, напеваю, тихо-тихо. И у меня слезы текут. Я еле-еле сдерживаю. И пошел спать. Просыпаюсь, я даже не помню, что я помню, что вот было, но я потом прослушал песню. Я вот два примера сказал. Еще один пример, если у меня песня, «Белая фата», которая тоже приснилась. Тоже утром просыпаюсь, но она приснилась, не просто там «Белая фата», вот как помолимся за родителей, и все дальше, одна музыка. А «Белая фата», там папа прячет слезы, дочку отдает, там это все, это все, это почему? У меня две дочки, я с ума схожу по ним. И мне страшно, конечно же, я, может быть, утрирую, но я надеюсь, что им хватит своей генетической мудрости, хватит воспитания, и самое главное, доверия ко мне и к Ирочке, чтобы они не допустили ошибку. Вот это очень важно для меня, и родилась эта песня. И когда я эту песню пою, знаете, очень часто плачут не только мужчины, но и женщины. Ваша супруга тоже поет. Не было ли идеи записать дуэт? У нас есть записанный дуэт. Когда Ирочка была в положении, на лизуум, я тогда написал также с Костей песню, «Ангел» называется. Это обращение к ребенку, который еще не родился. И мы сняли клип, за две недели до родов нам подарил этот клип Резо Гигиняишвили. Потрясающий режиссер, с которым мы, кстати, его первый клип сняли, мы это «Ждет тебя грузин». Ему тогда было лет 19, наверное. Вот. Есть такая песня, и Ирочка на концертах и поет, и танцует. Она замечательная мама, замечательная супруга. Потрясающий дизайнер, кстати. По образованию она психолог. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, обязательно вернемся к нашей беседе. Впереди выходные, и если вы планируете провести их дома, расслабившись, мы подскажем, какие фильмы заслуживают вашего внимания. Кино выходного дня на любимом канале. В субботний вечер предлагаем вашему вниманию легендарный фильм-концерт «Поет Маслим Магомай». «Поет Маслим Магомаев» «Поет Маслим Магомаев» – это рассказ о жизни и пике творчества певца. В фильме звучат лучшие песни Бабаджаняна, самого Магомаева, Арии Зопер, неаполитанские песни. Этот фильм был снят в 1971 году. Режиссер ленты Тофик Исмаилов снимал сразу в нескольких советских республиках. После выхода в прокат картина произвела настоящий фурор. По популярности в советском кино она уступала только фильму «Чапаев». Маслим Магомаев ушел, но его песни и музыка останутся навсегда. Не пропустите в субботу вечером. «Коллекция казахского кино». Воскресенье на нашем канале картина отечественного режиссера Сатабалды Нарымбетова «Молитва Лейлы». «Опять едут эти военные, надоели». «Молитва Лейлы» – это мироощущение девочки-подростка в 60-е годы. «Пусть старый месяц уходя благословит, а молодой месяц одухотворит. О, Создатель, не спошли нам покой и доброту, благополучие и любовь между нами». «Аминь». В центре сюжета – аул, который оторван от цивилизации. Всю информацию жители получают только из громкоговорителя на столбе. Они ликуют и радуются полету Гагарина, сватаются и сплетничают, ревнует и страдает, при этом не подозревая, что каждый из них обречен на очень короткую жизнь. «Что за напасть такая? Хуже холера сжигает нас». Драма Сатабалдына Рамбетова «Молитва Лейлы» была снята по мотивам повести Розы Мукановой. В роли Лейлы дебютировала школьница Айанат Исмагамбетова. Актриса получила несколько наград на международных кинофестивалях за лучшее исполнение женской роли. Не спошли нам доброту и любовь между нами. Доброе утро! Мы продолжаем беседовать с известным певцом и композитором Асоса Павляшвили. Вот хотелось бы спросить, какие ассоциации у вас вызывает наша страна, какие достопримечательности знакомы вам? Знаете, я в Алма-Ате, в Казахстане, в Алма-Ате первый раз попал в 79-м году, как раз после Юрмалы, я уже приехал как юрмалский победитель, еще с моими коллегами с Юрмалы, которые тоже стали лауреатами. Это замечательно. До сих пор, до сих 89-м, до сих пор, я вспоминаю эти ощущения, проводился фестиваль Алтын-Алма. Вы не помните, там, мы там, старые, бывалые. Алтын-Алма, такой был фестиваль, и весь Советский Союз со многих стран мира там собирались очень талантливые люди. Это был фестиваль эстрадной музыки. Горы, Медео, там это все, ну, просто, не рья, хлебосольность. Я тогда, кстати, познакомился с группой, которая до сих пор для меня один из фаворитов, это Астудзио. И до сих пор Батыр для меня совершенно из другой планеты. Он не был таким, как мы. Он был гораздо лучше, чем мы. И светлая память. Но я еще раз говорю, что он в наших сердцах, он, вот это есть главное, ради чего ты, ты, ты жил. Мы все уйдем из этой жизни. Кто-то раньше, кто-то позже. Но если мы что-то оставляем доброе и сердечное, душевное, значит, мы и бессмертны. Сосо, хотелось бы поговорить немного о вашей семье. То есть, вы примерный семьянин, вы заботливый отец. Я это видела по фотографиям, точно скажу, в инстаграме. Я не скрываю это. Какие ценности вы воспитываете у своих детей? Воспитанием, конечно, Ирина занимается, но вот вы как отец. Нет, воспитанием занимаемся все вместе. Мы все вместе и не только мы с Ирина, а наши родители с ней. И наши друзья, наши близкие. И дети это всегда чувствуют, несмотря на то, что мы их безгранично балуем. Они нас балуют. Но самое главное, что они чувствовали наши отношения с Ирой. Как для меня ярчайший показатель это отношения моих родителей до сих пор. Они дышать не могут друг без друга. К детям должны относиться так, так что это такие же люди, просто они меньше нас прожили. Но они так же и ощущают все. Самое главное доверие друг другу. Это ядро всех отношений. Ну, собственно, напоследок, ваши утренние пожелания зрителям? Давайте беречь друг друга, доверять друг другу, оберегать друг друга и быть Богу всегда благодарным. за каждый день, каждый час, каждую секунду. Не имеет значения, кто чем занимается. Мы все люди и давайте останемся людьми. Всегда ваш брат, ваш сосу повлечен. Спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли к нам в гости. Вот вы на самом деле как такое? Солнышко. Солнышко, это вы. Озарили нашу студию своим творчеством, своим позитивом, своим мировоззрением. Мы хотели вручить этот букет вам от лица всех поклонников вашего творчества. Спасибо большое. Мне неудобно от женщин поднимать. Ну, извините. Наоборот. Я настояла на этом. И вот такая вот книга нашей страны, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Напоминаем, у нас сегодня в гостях был известный певец, композитор, заботливый муж и отец Сосо Павляшвили. На этом все. Анар Заева, Азамат Ашимов и наша творческая команда желают вам отличного настроения и продуктивного дня, друзья. До новых встреч. До свидания.